Вот признайтесь честно, если вы в душе истинный ЖДМщик, у вас безусловно должно подгорать от того, что зимой невозможно ни на чем японском победить Жигули. И кто бы что ни делал, ни у кого ничего не получается. Но только не учеты Максима и Кати Седых, которые уже второй год борются с Жигулями самыми извращенными способами. В прошлом году они построили микроволновку с мотором сзади, а в этом году они представили нам вот это. Toyota Starlet Turbo с аэродинамикой и весом 800 килограммов. Подобные попытки в истории Winter Drift Battle уже были. Приезжали такие старлетки, отстали на космос от Жигулей и, собственно, вся история закончилась. Эта машина отличается. Во-первых, она вся пластиковая. Пластиковый капот, пластиковые крылья, фендеры. Дверь, кстати, не пластиковая, видимо, для развесовки. Вот эта штука должна была быть пластиковой, но, как видите, у нее очень сложная форма. Ее решили сделать металлической. Получилось очень по-детемному. Ну и самый главный элемент на легкой машине. Вот. Вот это гигантское антикрыло или спойлер. Называйте, как хотите. Позаимствована форма у Жигулей Александра Андриади. Но площадь увеличена почти в два раза. Расчетное давление на заднюю ось на скорости 100 км в час около дополнительных 70 кг. Это нужно для того, чтобы продавливать шип в лед. Потому что легкая машина, она шип не давит и не ускоряется. У нее инерции мало, управлять ей легко, но на разгоне убежать ни от кого невозможно. Здесь это компенсировано тяжелым крылом. Оно мало того, что давит весом, так и еще и создает прижимную силу на скорости. Но спойлера им показалось мало. И они сделали вот этот железный бампер весом 20 кг. Им мало того, что можно разбивать ледяные брустверы. Им можно, мне кажется, при желании даже светофор красного кольца снести. Чем, собственно, и занимался Максим. Хорошо, что у нас там покрышки, и пострадали только покрышки. Светофор устоял. Ну что, вы думаете, мы уже достигли пика доработок и издевательств над автомобилем? Не тут-то было. Посмотрите в салон. Залезть сюда с установленным рулем невозможно физически никому. Даже 12-летнему ребенку. Поэтому руль здесь на быстросъеме. Вот насколько это неудобным выглядит, настолько это и есть на самом деле. Проникать сюда сущий ад. И выглядит это на самом деле как будто бы глупо и не нужно. Но это сделано для того, чтобы туша водителя не просто так болталась где-то спереди в салоне, а давила во время заезда дополнительно на заднюю ось. Это называется эффективное использование массы водителя в автоспорте. Ведь сижу я реально прямо на задней оси. У такой посадки есть три очевидные проблемы. Первая. Я понятия не имею, где заканчивается морда, потому что я сижу от нее очень далеко. Я как будто управляю старинным автомобилем. Знаете, которые вот раньше были? У них был супер длиннющий капот. Там какой-то 20-литровый 16-котловый двигатель. И водитель в конце автомобиля. Проблема номер два. Так как я сижу за серединой автомобилей, то мне приходится заново чувствовать ось вращения. Потому что ось вращения у него находится не около водителя, а где-то впереди него. На таком я еще ни разу не ездил. И поэтому очень странное ощущение от того, как автомобиль вращается вокруг гонщика. Как будто я сижу просто на пассажирском сидении, вдрыв такси у Шикова сзади. И очень сильно болтает. Даже подташнивает немножко. Организм, оказывается, не привык к такому. И третье. Я не могу дотянуться до печки. Я не могу ее регулировать. Вон печка. А я здесь. И рук не хватает. А, не, я все-таки разобрался. А водители здесь позаботились. Климат-контролем управлять он может. С помощью вот этих двух тумблеров. Что-то включает вентилятор, что-то включает второй вентилятор. В салоне относительно тепло. У машины присутствует довольно явный андерстир. А все из-за того, что разрисовка 35 на 65. Только в нашем случае в пользу задней оси. Это все сделано для того, чтобы получать максимальное ускорение на разгоне и максимальный зацеп. Зацеп действительно абсолютно сумасшедший. Просто чуть-чуть нажимаешь на газ, и она уже толкается вперед. Но при этом, если ты хоть чуть-чуть опоздал с нажатием газа, в момент езды бога, борта сразу же улетает. То есть всегда нужно заставлять зад обгонять переднюю ось. Иначе уезжаем прямо. А вы обратили внимание, что руль вращается сам, даже при нулевом кастере? А все потому, что была основательно изучена конструкция тележки для супермаркета. Выявлены особенности положения колеса и применены на данном экземпляре. Что именно сделано, держится в тайне. Но активно дрифтящие по магазинам, думаю, уже догадались. Все, я разобрался, как ориентироваться по габаритам. Вот эти классические древние зеркала, которые стоят на крыльях, они почти на конце морды. От них, может быть, сантиметров 30 всего еще. И смотришь на зеркало, делаешь небольшой запас, там у тебя конец морды. Так оно и работает. Под капотом уже известный нам по другим проектам К3 Вет от Daihatsu URV. Ну, как под капотом. Видите, где он находится? Он практически полностью в салоне. И причем ребята, когда строили машину, хотели его еще глубже запихать, но конструктивно это уже не вышло. И хорошо, потому что иначе под капотом мотора бы мы не увидели. Здесь у нас супермаленькая турбинка. У нее в стоке наддув всего 0,8. Здесь увеличен до 1,4. Расчетная мощность 160 лошадиных сил. И как вы видите, здесь пайп прямой во впуск. Нет интеркулера. И машина при этом ездит на 98-м бензине, а не на спирте, как Марк Дайгосайта, у которого такая же система применена. Все потому, что зимой пайп всегда холодный. И воздух тоже холодный. Охлаждать дополнительно не нужно. Это заводское крепление стойки. И если туда заглянуть, там пустота. Вот куда перенесена стойка. Это сделано для того, чтобы добиться нулевого кастера. Зачем, я понятия не имею. Потому что в дрифте такое нигде не используется. Теоретически, руль не должен сам возвращаться. Но инженеры Максима Сидых сказали, вот эта схема будет максимально быстрая. И стойка теперь стоит полностью вертикально. Подвеска, кстати, передняя, естественно, от Ниссана Сильвии. Куда же без нее, без королевы дрифта. Самоварный кулак, самоварный рычаг. Все по классике. А мотор соединен с четырехступенчатой секвентальной коробкой Самсонос. Одна такая коробка в этой машине стоит, как половина пелетона Жигулей, с которыми эта машина соревнуется. Ну а что? Моторспорт дорогая штука. Но даже это еще не все. Тут установлены электрические подогревы коробки, редуктора и даже амортизаторов. Осталось сделать двойное остекление и можно штурмовать чемпионат Северного полюса. Весь этот автомобиль построен вокруг единственного принципа. Скорость. Скорость на разгоне. Для этого здесь такая развесовка. Для этого здесь секвентальная коробка. Самые быстрые Жигули на входе под светофор были у Евгения Лосева. 97 км в час на входе. Мы сейчас попробуем побить рекорд Евгения Лосева и заодно рекорд Максима Седых. Как он говорит, он разгонялся больше 100 км в час в нынешней конфигурации Красного кольца. Попробуем. С первого раза 102 км в час. А я вот первый раз просто с этой горки полетел сейчас и почти контролируемо попал. Еще и на спидометр засмотрелся электронный по GPS, который работает и чуть не убрался в кусты. Попробуем сейчас разогнаться еще эффективнее. Видите этот троллейно-внедорожный участок на спуске? Появился он потому, что гонщикам все мало казалось скорости на постановке и пришлось начинать разгон за границами трека. Просто на горе. Подвеска хоть и страдает, но скорости значительно возросли. Как и опасность снести светофор. Итак, попытка номер два. Максимально без букса толкаемся. Вторая. Сразу же третья под горку. Четвертая зацеп. Погнали. По 70. Получилось медленнее. Я сейчас разгонялся по шиговскому принципу. Меньше газа, больше зацепа. Но, видимо, здесь это не работает, потому что с таким догрузом жопы надо сильнее газовать. Попытка номер три. Газфол. 105 километров в час и выезжаем. 105 километров в час в год по светофор в бэквард. И просто супер комфортный выезд из него. Мне кажется, я влюбляюсь в эту машину. Она мне по духу очень подходит. И знаете, что самое важное для меня в этой машине? В ней есть гоночный дух. Очень многие зимние Жигули, они как плюшевые. Просто какие-то домашние мягонькие на заводских обшивочках в ней едешь и духа гонок не ощущаешь. Еще они, знаете, на тихих выхлопах такие, которые по городу ездят. Скучно! А эта машина скучать совершенно не дает. Она вся ревет, отстреливает выхлопом, воет кулаком, реагирует на газ по-настоящему погоночному. Очень круто! Вот чего не хватает Жигулям. Им не хватает отмороженности. Но, понятно, не про всех. У Лосева отмороженные Жигули. Ну что, господа иномарошники, давайте-ка собирайтесь силами и пора давать бой Жигулям. Потому что эту штуку догнать невозможно. Она реально быстрее всех Жиг, даже самых крутых на Красном Кольце на 8-10 километров в час. И в дуге тоже от них уезжает. И на самом деле, если убрать из нее коробку, это все стоит очень дешево. Вы посмотрите на нее. Она же собрана из бушечки. Поэтому давайте берите себя в руки, идите в гараж и чтоб к следующему сезону на иномарках дали бой Жигулям конкретный. Субтитры субтитры Добавил субтитры